Концертный зал Чайковского и российский национальный оркестр под руководством Михаила Плетнёва. Такое сочетание в афише – лучшая рекомендация для концерта. Тем более, если это один из вечеров программы Большого фестиваля, а на сцене звучит Евгений Онегин. Маэстро Плетнёв считается одним из лучших в мире интерпретаторов музыки Чайковского. В концертном зале Чайковского в этот вечер аншлаг. Для российского национального это дело обычное. Такие концерты публика не пропускает, билетами запасается заранее. Вы напишите маленькую записочку над кассой «Моцарт, реквием» и зал будет полон. Напишите «Бетховен, сонаты, рихтер» и зал будет полон. Вот то же самое, мне кажется, напишите записочку «Плетнёв». Дальше ничего не надо. И зал будет полон. Владимир Минин здесь знает всех, хотя это первая работа хора на Большом фестивале. Михаил Плетнёв внешне невозмутим. Проверяет готовность сцены. Хотя мысленно он уже за дирижерским пультом. «Онегин без купюр» сегодня редкость. Обычно партитуру безжалостно режут, принося музыку в жертву режиссури. Люди, которые придут, смогут послушать музыку и насладиться всей поэзией Евгения Онегина. Не принуждаю себя закрывать глаза, чтобы сидеть в театре. Иначе, наверное, невозможно это сделать. Из Америки в Россию Дина Кузнецова прилетела два дня назад. Для такой работы времени маловато, но партию Татьяны знает на зубок. Пела в Чикаго, Париже. Ей прочили карьеру пианистки. Диплом с отличием музыкального училища при Московской консерватории давал карт-бланш. Но в Америке Дина неожиданно запела. Стажировки в Австрии и Италии, работа на европейских сценах. И вот дебют в родной Москве. Когда на большой сцене пытаешься донести это, особенно для иностранцев, для трех тысяч человек, может быть, показываешь больше, потому что каждый нюанс слова им так не ощущается. А вот здесь именно хочется, чтобы интонации, внутренние интонации прозвучали. Ее партнеры – звезды московских театров Алина Шакирова, Светлана Создательева, Алексей Татаринцев, давние партнеры Михаила Плетнева. Игорь Головатенко и Евгений Онегина пел в новой опере, но впервые столкнулся с партитурой, где все ноты на месте. Удивляется такому совпадению пушкинского слова и музыки Чайковского. Очень много таких оркестровых деталей, нюансов, которые я раньше не замечал. Здесь их очень хорошо слышно. Казалось бы, обычное концертное исполнение без декорации и костюмов – сенсации скандалов. Но меломаны знают – такое пропустить нельзя, ведь за пультом Михаил Плетнев. Елена Ворошилова, Андрей Тарасенко, Новости культуры.